Здравствуйте, мои дорогие! Готовясь к зимнему сезону, я достала свои зимние вещи и мой любимый кашемировый пуловер. Смотрите, я его уже ремонтировала два раза. Вот один раз у него были растянуты резинки, я их собирала таким декоративным швом на рукавах и снизу. Второй раз я ставила заплатки, протерлись локти. Он мне очень нравится, у него очень красивый цвет. И в этот раз смотрите, что я обнаружила. Не знаю, каким образом вот здесь подмышкой оказалась дырка и здесь тоже достаточно уже тоненько. Я решила, что третий раз я его ремонтировать уже не буду. Не настолько я уж совсем бедна, конечно. Поэтому я решила, что я из него буду делать кофточку на молнии с капюшоном. Вернее даже не из него целиком, а используя вот эту вязаную, так сказать, вязаное полотно кашемировое. Поискав у себя в шкафах, я нашла вот такую ткань. Я, к сожалению, не знаю, как она правильно называется. Что-то типа текстильной замши. Она тянется немножко, трикотажная основа у нее. Что-то я из этого кусочка уже шила. Затем вот такого цвета. Тоже остаточек где-то я покупала со скидкой. Тоже замша. Тоже слегка тянется. Кстати, из нее вот я делала заплатки на локте. Затем вот такой нашла кусочек. Тоже трикотажный. И вот такой я тоже когда-то покупала. Тоже где-то остаток со скидкой. Это тоже трикотаж. Ну, видимо, синтетика. Из этих кусочков, подходящих, как мне кажется, по цвету, но они все коричневых тонов, коричневых оттенков. Я буду делать кофточку в технике петчверк. Для подкладки я буду использовать вот такую ткань хлопчатобумажную, футболочная ткань. Еще у меня есть резинка. Ею я буду окантовывать края, но, видимо, не блестящей стороной, а вот такой матовой. Еще у меня есть вот такие ленточки. Не знаю, буду я их использовать или нет. Посмотрим. И вот такие молнии. Поскольку кофточка будет петчверк, я думаю, ничего страшного, что они будут отличаться. Главное, вот эти вот на карманы пойдут, они одинаковые. И это, ну, слегка будет отличаться. Вы уж меня извините, мои дорогие. Я еще болею, нахожусь в процессе выздоровления от одной болезни, популярной в последнее время. Поэтому мне говорить немножко тяжело. Я буду шить. Постараюсь подробно показывать и выводить подсказки на экран, если что. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. 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 Смотрите, я втачала рукава, вот, и втачивала я их вот таким образом. То есть, здесь рукав, а здесь детали уже вместе с подкладкой. Здесь достаточно аккуратный шов, ровненький, поэтому я считаю, ничего страшного. Точно таким же швом на верлоке я соединю боковые срезы и срезы рукава. Внутри будет вот такой же шов. Конечно, не совсем идеально. Я выбрала самый простой вариант, не буду тут заморачиваться. Можно было бы, конечно, отдельно стачать боковые срезы на верхних деталях, боковые срезы на подкладке, затем это все вложить туда и втачать рукава. Ну, я решила делать проще. Если бы у меня вот этой ткани было больше, я бы, конечно, сделала и рукава с подкладкой. Ну, поскольку у меня эта ткань была совсем немножко, 80 сантиметров, то мне хватило лишь на полочке и на спинку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пофточка моя готова, вот таким образом я решила сделать молнию, то есть я закрыла здесь этой же лентой, которой я декорировала рукава. Еще раз покажу, как внутри. Вот таким образом это все выглядит. Достаточно все аккуратно, ровно. Мне кажется, изнаночка очень даже симпатичная, достойная получилась. Вы уж извините меня, мои дорогие, что я не останавливалась на деталях, в частности, как выполняются такие карманы на молнии, как я шила капюшон. Ну, если бы я все показывала досконально, у меня бы видео получилось часа на полтора-два. Поэтому, опять же, как идея. Ну, и вообще, я считаю, если кто-то захочет сшить что-то подобное, то, в принципе, наверное, будет уже обладать навыками шитья. Мне кажется, новичок, который совсем ничего не шил, сразу же такое изделие, ну, навряд ли. Хотя таланты есть везде, в любых сферах. Может быть, у кого-то и получится не спеша. Еще хочу, опять же, повторить два основных, как мне кажется, правила. Если вы будете шить одежду в технике петчворк из различных лоскутов, то первое, пожалуйста, выкраивайте все лоскутки, кусочки в одном направлении. То есть, вот у меня все они по долевой. Все. И здесь все по долевой, и здесь. Чтобы у вас полотно тянулось в одном направлении. В моем случае, вот в этом направлении оно тянется больше, чем вдоль. Ну, хотя тоже, вот видите, полотна биэластичные, тем не менее. И второе правило, которое я вообще никогда не устану повторять, это влажно-тепловая обработка. Ну, вы видели. Сделала шов, отутюжила. Сделала шов, отутюжила. Не нужно пытаться собрать какое-то полотно, какой-то элемент, какую-то деталь, и потом ее отутюжить. Не нужно. Делайте поэтапно каждый шовчик отутюживать, прежде чем вы будете делать следующий. Это самое важное. Кофточка мне очень нравится. Я ее сейчас померяю, покажу. И на этом я буду прощаться. Если вам нравится то, что я делаю, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь моими видео. Всем желаю отличного настроения. До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok